Своё дело я делаю хорошо. Мои подобечные всегда чувствуют себя лучше, чем ожидалось, и практически не волнуются, но я горжусь тем, что мы делаем. Помощники и доноры добились очень многого. Но всё-таки мы не машины. Литература Японии всегда привлекала западного читателя своим необычным стилем, оригинальными жанрами и витиеватыми метафорами. Однако многие западные читатели испытывали трудности при попытке понять и интерпретировать поведение и мировоззрение персонажей, характерных для литература Японии. Их взгляды на жизнь и поведение настолько не похожи на наши собственные, что кажутся порой просто неестественными. Каким же получится произведение, написанное человеком, которому близки оба мировоззрения сразу? Ответить на этот вопрос поможет роман «Не отпускай меня» британского писателя японского происхождения, Кадзуо Исигура, лауреата Нобелевской премии по литературе, автора классического английского романа, пронизанного мотивами, характерными скорее для литературы Азии. Повествование в романе ведётся от лица Кэти, молодой женщины, которая работает помощницей доноров органов. В её обязанности входит опека и забота о донорах и порой оказание психологической помощи. Кэти – выпускница закрытой школы-пансионата, классической английской школы, где прошло вполне буквально всё её детство и юность. Сохранение вашего здоровья и хорошей физической формы – вопрос первостепенной важности. Рассказами о своей школе Кэти отвлекает своих подопечных от тоскливых мыслей и боли. И поначалу сюжет кажется вполне простым. Однако постепенно читатель поймёт, что все доноры и закреплённые за ними помощники – бывшие одноклассники и друзья детства. А школа наподобие той, в которой выросла Кэти, на самом деле – постыдная тайна общества, скрытая подальше от людских глаз. Прежде чем вы достигнете среднего возраста, вы станете донорами жизненно важных органов. Именно для этого вас создали. И где-то после третьей или четвёртой выемки ваша жизнь закончится. Вы должны знать, кто вы и что вы. Только так вы сможете прожить достойную жизнь. Сюжет строится вокруг идеи о том, что послевоенное общество 50-х, окрылённое миром и достижениями науки, нашло весьма специфическое применение так называемым отбросам общества. Чудовищная для наших реалий идея. В романе настолько повседневно и привычно, что и доноры, и помощники, или будущие доноры, ведь одни сменяют других, прекрасно знают о своём предназначении. Тёмный шоколад. Если бы ты знала, сколько лавок я обошла, чтобы его найти. Я думала, мне нельзя есть перед операцией. Тебе нельзя. А мне можно. А после операции ты сможешь сгрызть всю пачку в один присест. Истепенно погружаясь в повествование, можно почувствовать изрядную долю недоверия и замешательства по отношению к героям, которые встретятся на страницах романа. Именно в них писатель вложил характерные для религиозных и философских учений Азии созерцательность и отрешённость, которые для нашего мировоззрения выглядят как неестественная для нормального человека пассивность, граничащая с апатией. Но так ли не знакомы для нашего общества апатия и разочарование в будущем? Особенно, когда это касается категории изгоев, бездомных и проблемных, с которыми сам автор в своё время проработал долгие годы в должности социального работника в Лондоне. Британцу Кадзоу и Сигуро удалось, казалось бы, невозможное представить европейское мировоззрение, включая традиции японской литературы, написать настоящий английский философский роман и сделать свою историю понятной двум практически диаметрально противоположным мирам. Я вовсе не уверена, что наши жизни так уж отличаются от жизни тех, кого мы спасаем. Мы все завершаемся, но никто из нас до конца не понимает, что мы переживаем и не чувствует, что ему хватило времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова